всем привет сегодня суббота я на даче вот и сегодня я планирую что у меня будет день сбора урожая вот я пришла по участку посмотрела что все везде засохло вот у петуней нужно опять обрезать цветочки вот и все пришлось поливать и помеи тут тоже видите вот они вьются сюда уже под потолок и почему-то вот никак они не раскрываются не знаю подскажите мне может им света не хватает хотя и помея которая растет на свету вот здесь вот на перголе вот она сейчас видите находится на солнышке но все равно почему-то все цветочки закрыты видите они должны быть очень красивые такие полосатые но пока что я этой красоты не видела вот видите какие тут плети завелись очень конечно интересные вот и у домика тоже у домика тоже очень такие длинные плети и тоже видите там вверху ближе к солнышку там много очень бутонов но они тоже пока не раскрылись то есть вот они этот ведь она будет такая полосатая вот но пока не раскрылись цветочки вот вообще поделать конечно очень много есть всего вот гортензию тоже полила потому что она вся тут засохла за время нашего отсутствия вот опустилась даже вот так вот ведь я полила она сейчас немножко грязненькая вот все тут это нужно конечно полоть и рыхлить гвоздика отсвела но я не обрываю эти сухоцветы потому что я жду когда будут семена и я их потом просто так переверну высыплю чтобы она здесь у меня дальше размножалась так это настурция это сальвия в общем все продолжает цвести но все нужно поливать вот началось у меня наконец-то второе цветение роз видите розы благодаря той обрезке про которую я вам рассказывала ссылочку на всякий случай оставлю для вас посмотрите вот благодаря той обрезке второе цветение не менее может быть даже и более пышное чем первое видите какие большие крупные цветки вот в сравнении с рукой смей и еще много тут бутонов они тоже все раскроются так циния начинают потихоньку отцветать вообще циния долго цветет и конечно если бы ее почаще поливать она бы еще дольше цвела вот но вот эти вот все сухие цветы я тоже сейчас буду все удалять так ну пион обрезала у него все видите эти сухоцветы и сейчас он стоит в таком виде так ахинация тоже уже начинает отцветать видите как тоже жухнет ну хоста она красотка в любое время у нее просто отрежут эти семена веточки семенами и она будет дальше меня радовать вот такой замечательный деление он вырос нынче сальвия тоже очень красиво тут вот эти петуни тоже все нужны у них вот эти сухоцветы отстригать стахис тут вообще конечно разросся капуста вот это невероятно очень красиво так но это моя кохе я очень надеюсь что она нынче процветет сбросить семена на будущий год с кохи можно будет взять живую изгородь так но теперь приступим к сбору урожая начну с маленького парничка здесь у меня свой лес я немножко проредила убрала лишним эти ветки помидоров но все равно видите тут лес и просто не знаю даже как уже туда залазить вот но начну с перцев вот то есть я беру перчик роняю его вот складываю в корзинку вот посмотрите какая красота вот такие перчики созрели красные видите каких-то много очень много перчиков вот сейчас сначала все соберу а потом все здесь пролью так ну вот я собрала тут баклажанчики вот такие у меня выросли перчики перчики это диего вот это сорт у меня диего мне все подписано вот эти все зеленые я их оставила первых они еще порастут во вторых они когда покраснеют на кусте они гораздо вкуснее вот здесь у меня видите еще земляничка вот такая красота видите какой-то жучок ее облюбовал вот мужичка отпустим верно да земляничку съедим такая крупная земляника выросла так ну вот перцы остались зеленые их очень много вот это вот их ест гусеница все садоводы знают как она выглядит такая толстая зеленая сейчас пока собирала перцы одну нашла и выкинул ее так теперь буду собирать помидорчики вот такой урожай собрала с маленькой теплицы внизу тут перец баклажаны огурчиков немножко и вот в основном помидорки black черри и дачный черри вот это тоже как они очень хорошие на компост сразу выкину вот но в основном black черри видите он более урожайным оказался может быть конечно год просто такой а может быть он в принципе более урожайный так теперь соберем урожай в большом парнике вот такие цинии крупные растут у меня перед большим парником так дела ведро смотрите что тут произошло с томатом добарао чем он не выдержал вот этой нагрузки от таких огромных томатов и наверное переломился не знают нас смотреть или просто упал в общем томаты вот такие они конечно не дозрели до конца но я и буду снимать потому что кусты просто все переломятся вот такой вот тут лес стараюсь убрать лишнюю листву вот соберу все помидорки и огурцы тоже вот всего два дня нас не было внутри дисочка посмотрите как хорошая тут выросла редисочку можно кушать а вот это самая гусеница которая сейчас все подъедает у нас в теплицах и вообще на огороде вот с ними нужно конечно бороться так огурчики переросли но я все равно найду что с ними сделать я так просто очень люблю есть просто кожуру чищу и съедаю очень мне нравится вот пропалю здесь травку выросли видите сорняки вот но и покажу вам потом что получилось у меня так ну вот такой урожай получилось собрать то есть два ведра больших это полностью помидоры вот здесь ведерко маленькая семилитровая тут огурцы с помидорами вот и здесь в этой корзинке смесь там и перцы и баклажаны и помидоры и огурчики вот помидоры конечно все не стала срывать потому что такое количество за раз есть просто невозможно вот поэтому все что могла оставить на кусте оставила на кусте теплица сейчас выглядит все вот таким образом вот есть я обрезала все лишнее все что могла обрезать и остались просто стволики и помидорки вот в принципе вот эти помидоры тоже все можно собрать. Но я говорю, что мы их съесть не успеем, они испортятся. На кусте они привисят дольше. Огурчики у них уже началась вторая жизнь, так как я их удобряю. У них пошло много новых пасынков из верхних междоузлей и там много новых огурчиков. Поэтому сейчас я их удобрю зеленкой с золой. Вот они у меня продолжат водоносить. Напоследок хочу вам показать новые сорта гладиолусов, которые мы с вами вместе садили. Вот обратите внимание, что мои старые сорта они уже отцвели, вот их пора уже обрезать. А вот эти новые, вот один розовый мы с вами садили. Вот он какой красивый. Кстати, камера передает как будто он немножко рыжеватый, на самом деле он больше розоватый. Вот, а второй как раз больше такой с рыжим. Камера передает как будто он с желтым. Вот, вот такие два красивых гладиолуса у меня выросли. Этот тоже уже отцвел, он старый. Вот, кстати, базилик, который мы с вами в прошлый раз прищипнули. Вот, видите, он как распушился. Из всех междоузлей у него пошли пасынки. И аромат стоит просто невероятный. На этом хочу с вами попрощаться. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.